Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, что хочется сказать, это то, что психологи не занимаются тем, чтобы вернуть чью-то любовь. И вообще вернуть кого-либо. Чувства, если они исчезли, они исчезли. Если они появились, они появились. Человек не власть над ними. Следующий момент, это то, что ваш текст, он скорее про зависимость любовную в данном случае. Про зависимость от человека в данном случае. И, соответственно, если вы хотите именно выстраивать какие-то качественные отношения с девушкой, то необходимо в первую очередь решать вопрос этой зависимости. Чтобы вы не находились в таком состоянии, в каком вы находитесь сейчас. То есть, в состоянии нуждаемости в ней, в состоянии потребности в ней. Вот. И, по сути дела, в состоянии преследования ее. Вот. А преследование кого-либо еще никому не помогало. Настойчивость в отношении чего-либо еще никому не, как-то, да, не облегчало жизнь. Вот. Поэтому, что вам важно здесь увидеть, это вашу собственную проблематику. Вот. Крайне важно это увидеть, крайне важно это заметить. И, крайне важно понять, что то, что происходит сейчас, это не, что называется, впервые. Да? То есть, ну, нужно понимать, что то, что происходит сейчас с вами, это следствие каких-то более ранних событий в вашей жизни, которые, которые, к сожалению, оказывают влияние на вас до сих пор. Да? То есть, нужно понимать, что вот то, что вы, например, к девушке чувствуете, да, и то, как вы выстраиваете отношения с ней, например, является следствием более ранних историй, более раннего опыта вашего, вот, который у вас уже был сформированным до того, как вы, ну, вот, в отношении с девушкой, собственно говоря, вступили. Поэтому не нужно думать, что, вот, ваше состояние, да, на сегодняшний день, это что-то такое аномальное и что-то такое новое. Нет. Ваше состояние, это следствие определенных обстоятельств, определенного опыта, определенного состояния вашей личности и так далее. Дальше. Помогите мне, пожалуйста, разобраться в отношениях, впечатлить. А разобраться в отношениях это иллюзия. То есть, постановка вашего вопроса так является фикцией. Нельзя разобраться в отношениях, но можно разобраться в себе. Нельзя разобраться в отношениях, но можно разобраться в том, как я веду себя в этих самых отношениях. Мы с моей девочкой были вместе три года, пишите вы. Три года довольно большой срок. Вы не пишете свой возраст, но я думаю, что за три года отношений, как минимум, можно или начать детьми, или пожениться. Вот. Если этого не произошло, с учетом того, что у вас были, как вы говорите, мелкие ссоры и так далее, то можно предположить, что были какие-то подводные камни в отношениях и у вас, и у нее. То есть, подводные камни в поведении, как вашем, так и ее, что мешали сближению. Дальше. Были мелкие ссоры, были большие ссоры от недопонимания, но все было прекрасно после всех ссор. Здесь вы высказываете некоторую поверхностность, я бы сказал так, и недрелость в отношении понимания ссор. Во-первых, ссора является психологической игрой и проявлением психологических защит. По поводу того, что это за игра, и что она означает, вы можете почитать в интернете. Об этом написано, в частности, у Эрика Берна, вы можете почитать. От себя сейчас скажу, что ссоры возникают, когда у людей есть проблемы с личными границами, с выражением своих чувств и с сближением. Ссора это то, что позволяет заместить, собственно, конфликтом близость. Эмоциональную и интимную, в том числе. Кроме этого, феномен ссоры не проходит бесследно. Из вашего текста складывается впечатление, что вы воспринимаете ссоры как дождик. На самом деле это не так. На дождик повлиять мы не можем, а вот на ссору повлиять вполне. Если после ссоры не делаются выводы, если после ссоры нет разговоров, то эффект от ссор, осадок, если хотите, накапливается и во что-то всегда выливается. Хотя бы просто потому, что человек может подумать, зачем мне снова и снова ссориться. Я не хочу. Вот когда вы говорите, что все было прекрасно после этих ссор, а не совсем понятно вообще, что вы имеете ввиду. Со стороны кого было все прекрасно? Буквально резко она мне сказала, что хочет побыть одна. Ну, я полагаю, чаша терпения оказалась переполнена. Дело в том, что ссоры, это ведь такие, если хотите, психоэмоциональные выплески. Когда люди через ссору выплескивают какие-то свои чувства, которые не могли бы быть выражены, ну, другим путем, другим способом, вот. И то, что приходит после, то есть, то, что приходит к человеку после ссоры, тоже можно назвать выплеском, вот. То есть, некой такой непроработанной, необработанной массой, в которой человек особо разбираться не хочет, видя только верхние ее слои. И, как вы понимаете, недостаток осознавания компенсируется психотерапией. Но только если человек сам понимает, что это проблема и хочет с этим что-то делать. Когда вы говорите о том, что ваша девушка резко что-то вам сказала, для меня это означает только одно, что вы ее не знаете, что вы к ней невнимательны, что вы не замечали тех процессов, которые происходили с ней и которые, соответственно, привели к тому, что она вам сказала. И нет, это не обвинение. Я вас ни в коем случае не обвиняю. Я не говорю, что вы должны были проявлять к ней внимание, да, и я не говорю, что вы вообще что-либо должны по отношению к ней. Но я хочу сказать, что если вот что-то происходит резко, это от невнимательности. Невнимательность имеет под собой свои основания. Например, ориентацию на себя, а не на девочку в отношениях. То есть, я вроде бы в отношениях нахожусь, но фокус моего внимания, именно фокус моего внимания на мне, а не на тебе. И я смотрю в первую очередь на то, чего хочу я, что нужно мне. Но подаю это так, как будто бы это для тебя. Подобная перверсивность. Ну, как мы понимаем, наверное, да, ни к чему хорошему привести не может. Вот. Мы должны, как мне кажется, это понимать, и мы должны отдавать, как мне кажется, себе в этом отсчет. Дальше. Я очень больно это воспринял, через несколько дней, когда приехал в город, опросил ее приехать ко мне и поговорить. А в чем боль? Почему девушка не может вам так сказать? Вот. То есть, ну, по сути же, получается, что это такой, своего рода, у вас запрет на ее свободном поведении. Понимаете, да? Ну, вот, давайте мы с вами посмотрим. Вам больно? Это, пожалуй, что нормально. То есть, ну, когда такие вещи происходят, я имею в виду, что человек решает расстаться, да, или побить один, это не то, что добавляет позитива. Но, тем не менее, вашу боль необходимо исследовать, потому что задевает это как-то лично вас. То есть, какая-то ваша проблема, какая-то ваша потребность или потребности здесь дают о себе знать. что это? Нужно смотреть. Дальше. Значит, вот вы, значит, обращаетесь за своими чувствами так, так, что просите ее приехать. То есть, начинаете использовать девушку для того, чтобы вернуть себя в равновесие. Она приехала, сказала, что точно устала, на нее давят все за всех сторон, начинает остывать и хочет побыть одна. Ну, опять же, ситуация более, чем нормальная. Я не послушал ее, очень испугался, что она остынет. Окончательно прислали ей букет цветов. Мы живем раздельно и вместе не жили еще. Ну, за три года вот не жили вместе несколько стран. Дальше. Вы испугались, что она остынет. Чем для вас это страшно? Она раз в шесть говорила спасибо через день в эти цветы, были дни, когда я молчал, не трогала ее, но я просто не могу, так она мне сказала, давай расстанемся на данный момент, уж что она остыла. Непонятно. Почему вы молчали? Не в смысле, что вы не должны были молчать, а для чего вы молчали? Вы говорите, я не могу так. Как? Что значит, не могу? Помогите мне, пожалуйста, посоветуйте, что мне делать. Психологи не дают советов, а помочь вам разобраться в себе мы можем. Я сегодня приходил к ней, она была очень холодная, негативная, я ее обнимал, она даже руки не подняла, чтобы обнять в ответ головы мне ни секунды не смотрела. То есть, вы описываете, говорит о том, что ваши действия направлены не на девочку, не для нее, а для себя. Вы это делаете, или того, чтобы от нее что-то получить. Я думаю, что инстинктивно это чувствуется, и в частности, из-за этого девочка могла быть такой, какая она есть. Но в то же время, очевидно, что есть какие-то обстоятельства, с вами не связаны. Помогите, пожалуйста, я очень хочу вернуть ее любовь. Это невозможно. Любовь либо есть, либо нет. Человек не власти над этим. Все, что вы можете сделать, это, во-первых, посмотреть на друг, каким вы были, когда вы начали встречаться, вспомнить, что ей понравилось, и вернуть ваше общение в максимально безопасную форму для девочки на сегодняшний день. Но это не дает гарантий. Дальше. Потому что рассматривали как девочку, с которой я создам семью, которую я по-настоящему люблю. Ну, покажется, ваше действие не совсем свидетельствует о том, что вы ее любите. Потому что во-первых, вы не принимаете ее решение не быть с вами и побыть одной или расстаться. Непринятие решения уже свидетельствует о том, что это не совсем любовь. Ваше действие, которое вы описываете, больше направлены на вас, а не на нее, что тоже свидетельствует о том, что речь идет не о любви. Когда вы говорите о том, что вы рассматривали ее для СМИ, так же это не про любовь, а про ваш определенный жизненный план. Про то, что вы встретили девушку, которая, по вашему мнению, подходит для создания семьи. Но простите, зачем вам семья? Это первый вопрос. Второй вопрос. А уверены ли вы, что знаете девушку вне и за пределами того образа, который вы создали? Уверены ли вы, что знаете ее? Уверены ли вы, что принимаете ее полностью? Уверены ли вы, что смотрите на нее не только через призму будущей жены? Выстраивать отношения в контексте своих желаний? То есть, выстраивать отношения с человеком, исходя из того, что я как-то тебя рассматриваю для чего-то? Очень деструктивная история, потому что человек со временем может измениться. Опять же, вы не написали свой возраст, но три года, большой срок. За это время человек может измениться, особенно, если ему меньше 25 лет. Она постоянно меня просила о каких-то маленьких действиях, спросить, что она покучила, просто маленькое внимание, я это игнорировал, и только сейчас все это понял. Ну, то, что вы сейчас это поняли, это эффект потери, вы потеряли и стали обращать внимание на какие-то другие вещи. Главное не это. Главное то, что если сейчас девушку вы вернете, то через какое-то время вы опять начнете игнорировать ее просьбу. Важно разобраться с тем, с тем связано ваше игнорирование. Важно разобраться с тем, для чего вам семья, какую поправность вы пытаетесь реализовать, и найти другие способы ее реализовывать, чтобы вы были менее заинтересованы в девочке с этой стороны, и тем самым приобрели бы больше свободы в своем поведении. Я ей говорил сейчас, что я все исправлю, прости меня, дай мне шанс, она ни в какую, просто холод, и все. Потому что вы унижаетесь, это вызывает отвращение. У меня главная цель вернуть ее любовь, ее любовь была прекрасна. Просите себя, для чего вам ее любовь. И, пожалуйста, постарайтесь увидеть, когда вы говорите, что вы по-настоящему человека любите, вам не нужна ее любовь. Вам достаточно своей любви. Но если вы хотите вернуть любовь другого человека, это говорит что? это говорит о том, что через нее вы пытаетесь полюбить себя. человека. А это значит, что вы себя не любите. А если вы себя не любите, то вы не можете любить кого-то. А если вы не можете любить кого-то, то вы не можете выстраивать качественные отношения. Понимаете? Поэтому ваш ваш текст это хороший запрос на психотерапию. Обращайтесь, выбирайте психолога, начинайте работать. Я понимаю, что это не совсем то, чего вы ждали. Я понимаю, что это не совсем тот ответ, который вы хотели бы. Но, если вы действительно хотите изменить свою жизнь, если вы действительно хотите выстраивать качественные отношения и впоследствии создать семью, в которой все будет хорошо, вам необходима работа над собой. В нынешнем состоянии, даже при условии, если девочка вернется к вам, вы не сможете построить такую семью, где вам и ей было бы хорошо. Я уже не говорю о детях. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует...